Есть такая профессия поездами управлять. Теперь это могут делать и женщины. На Свердловской железной дороге успешно сдали экзамены и получили свидетельство о квалификации первые шесть девушек, которые обучались на помощника машиниста-локомотива. Приступить к работе они смогут с 1 января 2021 года. Почему это произойдет только в следующем году, выясняла наша съемочная группа. Занятия проходили в Свердловском учебном центре профессиональных квалификаций. Сначала девушки изучали правила технической эксплуатации на железнодорожном транспорте и правила охраны труда, устройства подвижного состава. Затем на специальных тренажерах, имитирующих кабины электровозов грузового и пассажирского типа, отрабатывали навыки вождения поездов. Практику они проходили на своих будущих рабочих местах в эксплуатационных локомотивных депо Екатеринбурга и Перми. Свидетельство получили шесть девушек. Они являются первыми ласточками. В декабре будут уже завершены полностью все курсы и, соответственно, сдача экзамена и получение свидетельства. Ну, это была, конечно, мечта. С детства было интересно, увлекательно. Эмоции пережили многие. Свидетельство получили. Очень рады, что дошли до конца все-таки и не сломались посредине пути. А сломаться можно было. Обучение не из легких. К тому же, еще год назад в России к этой профессии представительниц прекрасной половины человечества не подпускали. Она была для них запрещена. В июле 2019-го Министерство труда и социальной защиты внесло изменения в перечень доступных для женщин профессий. С 1 января 2021 года они смогут работать машинистами высокоскоростных поездов, локомотивов и электропоездов. Естественно, получив профильное образование. Первая девушка-машинист прошла обучение в августе. 21-летняя Софья Дорофеева с нового года будет управлять пассажирским поездом в Лобне. Я, в принципе, ожидаю то, что я уже увидела. То есть, я, в принципе, знаю, как устроена эта работа, как устроена эта профессия. И я не думаю, что я разочаруюсь или для меня что-то будет новым и неожиданным. Я в своих силах уверена. И я считаю, что у работы нет пола. У профессии нет пола. У профессии есть грамотные работники. Нынешний выпуск помощников-машинистов также приступит к работе с нового года. Все шесть девушек будут трудиться на Свердловской магистрали. На электровозах, которые водят пассажирские поезда по направлениям Екатеринбург-Пермь, Екатеринбург-Дружинино, Екатеринбург-Тюмень. Как помощники машиниста, они будут отслеживать показания приборов, контролировать работу локомотива, а также следить за показаниями светофоров, сигнальных знаков и указателей для обеспечения максимальной безопасности движения поездов. Евгений Гуляев, Телевизионная служба новостей.